Деду Морозу перед этим Новым Годом я попрошу исполнить три моих желания. Первое, загадаю, когда в ожидании поздравления президента и боя курантов мы с детьми соберемся возле елки и обязательно попрошу для них счастья и здоровья в наступающем году. Второе, мое желание будет, чтобы наш родной, любимый город хорошело развивался, чтобы все, что нами задумано, в наступающем году обязательно исполнилось на благо города, на благо наших горожан. Ну и третье желание, которое я хочу загадать, попросить Деда Мороза, чтобы оно обязательно исполнилось, чтобы наши ребята, которые сейчас защищают родину в зоне специальной военной операции, вернулись домой с победой, целыми, живыми, невредимыми, к своим семьям, к своим родным, близким и следующий Новый Год встречали в их окружении. С Новым Годом! Прошедший год был достаточно трудным и тяжелым годом, поэтому я бы хотел попросить у Деда Мороза. Новый Год – это вообще необычный праздник. Этого праздника мы всегда ждем. И все печали и невзгоды пускай останутся в уходящем году. Пускай Новый Год встретит нас запахом мандарином и брызгами шампанского. А Новый Год, наверное, нам должен принести, в первую очередь, хорошую работу администрации, чтобы каждый арчанин после новогодних праздников, если дома что-то случилось, проблемы с ТЖХ, проблемы с мусором, проблемы с собаками, какие-то проблемы с дорогами, позвонил в администрацию и сказал, здравствуйте, я житель такого-то района, у меня проблема на улице с мусором, мусор тут же вывезли, у меня проблема с транспортом, автобусы, чтобы ходили до 10, до 11 часов. Я бы хотел пожелать Деду Морозу, чтобы он нам, людям, арчанам, подарил обычное человеческое счастье, чтобы наша администрация, наконец-то, научилась работать во благо людей, во благо арчан. Всех поздравляю с наступающим Новым Годом, здоровья вам, счастья, Дед Мороз, пожалуйста, не забывай про нас и исполни наши пожелания. Слушайте, ну в 2024 году, наверное, я буду как руководитель, как чувствую, буду загадывать это укрепление в амбулаторном звене, чтобы доктора, участковые терапевты, узкие специалисты появились в большем количестве, и пусть Дед Мороз поможет мне в том числе с этими задачами. Деду Морозу я хочу загадать только одно желание, чтобы было мирное небо над головой у нас у всех. Ну я в Деду Морозу не верю, а так у меня есть мечта, чтобы стать олимпийским чемпионом. Ну, конечно же, в первую очередь хотелось бы попросить побольше возможности путешествовать, потому что именно путешествие, лично для меня, это лучший подарок. Даже когда вот внезначай получается поехать куда-нибудь в другой город, а лучше, конечно, в страну, это всегда яркие впечатления, а именно они, я думаю, в жизни самые главные. Деда Морозу мне хотелось бы, чтобы был драконий, вот он рядом со мной. Я хочу, чтобы наши телепередачи на телеканале «Евразел» продолжали развиваться и поднялись на новую, более высокую ступень. Я хочу, чтобы проходили театрализованные передачи уральской кухни, чтобы они проходили с участием артистов и наших жителей, и детей. Семейная появилась уральская кухня, чтобы у нас появилось свое собственное кулинарное шоу, «Секреты уральской кухни», чтобы у Камина к нам приезжали, как сейчас уже приезжают врачи из области, очень много творческих и интересных людей, чтобы продолжала эти передачи «Играй гармонь уральская». И чтобы, наконец, последнее мое желание на следующий год, чтобы наши зрители могли увидеть чудесную, самую вкусную после уральской кухни передачу «Уральская дача». Ты согласен, Дракож? Полностью! Мечтаю о передаче «Уральская дача».